Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную и красивую партию между двумя гроссмейстерами. Между Андреем Валюком и Ионом Доской. Данная партия игралась в Блиц на чемпионате Европы, который проходил в Эстонии. И в данной партии гроссмейстер Андрей Валюк провел две жертвы в продолжении, которая считалась в общем-то неудачным за белых. И в итоге ему удалось даже победить своего многоопытного соперника. Андрей Валюк играл белыми и, друзья, выпала следующая жеребьевка. Или это был свободный ход, я не знаю, возможно Андрей сам выбрал этот дебют. Короче, оба соперника разыграли дебют игра Шмульяна. В этом положении после ЖФ6 белые могут упростить положение, поэтому черные обычно избирают либо ЕФ6, либо БЦ5. Ион Доска сыграл ЕФ6. Андрей Валюк отвечает ФЕ3, но здесь БЦ5 уже неудачный и ведет к пассивной игре за белых. ФЕ3 наиболее сильное продолжение. ФЖ5, СД2, ЖХ4, ЖФ2. Ну и здесь ДЕ7 обычно играют черные. Белые играют БЦ3, черные играют БА5. И после ЕД4 у черных есть два варианта ответа, либо ЖФ6, либо ЕФ6. Ион Доска сыграл ЕФ6. У белых также есть два варианта, либо БЦ5, либо ФЕ5. Андрей Валюк играет ФЕ5. Теперь черные нападают на шашку Ф4 белых. Белые вынуждены меняться. Черные снова нападают. И у белых единственный ход АБ2. Белые размениваются назад. Черные играют ФЕ7. И выясняется, друзья, что у черных два нападения на шашку С5, а у белых только одна защита. То есть, в принципе, положение белых кажется проигранным. В этом положении есть два хода. АЖ3 и ЖФ2. Обычно играли АЖ3. Это продолжение считалось более точным. И здесь даже белые могут в продолжении СД6 получить некоторую контр-игру. Даже шансы на победу. То есть, обычно здесь играют ЖФ6. Но я помню свою партию против гроссмейстера Дмитрия Цинмана на чемпионате России. Здесь я умудрился за черных даже проиграть. Как это произошло? После нападения Дмитрий закрылся. Я пошел в БЦ7. И Дмитрий играет ДЕ3. То есть, хочет провести комбинацию на поле Ф8. Нападать надо. Дмитрий отдает две шашки. И играет ЖФ2. Я побил на Б4. Дмитрий бьет на Ф8. Здесь, друзья, хочу обратить ваше внимание, что Б3 единственный ход. БЦ3 проигрывает красиво, этюдно. То есть, белые отдают одну шашку. Затем вторую. АБ6 невозможен из-за простого ФГ5. Поэтому приходится играть ЖФ6. Белые играют на Ц5. Черные нападают. Белые играют ФЕ5. Черные играют ЖФ4. Пытаются прорваться в дамки. Но белые препятствуют этому. Поэтому черные здесь играют АЖ5. И белые самые устремляются в дамки. Кажется, что ничья неизбежна. Но на самом деле, белые здесь красиво выигрывают. ЖФ4. ДЕ7. Напали. Отошли именно на поле Ж1. Ну и после хода ЖХ2 белые могут ставить дамку или на Д8, или на Ф8. На Ф8 даже красивее. То есть, что получается, надо жертвовать. Черные ставят дамку. Вроде бы кажется, что если белые поймают сейчас дамку черных, то ничья. Но белые играют дамкой Ф8 на поле Д6. И выясняется, что черным попросту некуда ходить. Их положение проигранное. Поэтому в этой позиции БЦ3 нельзя играть. Играем только БА3. Теперь белые ограничивают шашки черных. Вот этот треугольник. И если теперь черные сами попытаются поиграть на выигрыш, они могут тут еще проиграть. То есть, после АБ6, то есть, черные грозят поймать дамку белых. Белые играют ЕД4. И на ход АБ2 уже играют ЕД4. Ну и здесь остается единственный ход. То есть, дамку ставить ни на одной из полей нельзя. Если ставят сюда, мы играем сюда. Если ставят сюда, мы тоже играем сюда. И белые выигрывают легко. То есть, у черных остается единственный ход. Это БА5. После ДЦ5 приходится жертвовать шашку. Ну и здесь еще ничья есть. Но какие-то есть шансы минимальные на победу у белых. Поэтому такой вариант я не рекомендую. То есть, я даже в примерно такой же позиции, я уже не помню, варианты как раз Дмитрию Цинману, гроссмейстеру из Казани проиграл. Поэтому, друзья, после хода АЖ3, вот в этой позиции, лучше не сразу же нападать, а сыграть ЖФ6. Теперь все ходы у белых плохие, кроме единственного ЖФ2. Надо играть только ЖФ2. Теперь черные уже нападают. Белые закрываются. Разменялись. Пошли в БЦ7. Ну и белым надо нападать. Здесь можно сыграть как АЖ5, так и ЕД6. Но ЕД6, наверное, более предпочтительный ход. Так как после разменов... Ну и, допустим, белые тоже разменяются. У черных есть ловушка. Если черные ставят дамку, у белых есть два хода. Либо ДЕ3, либо ФЖ3. ДЕ3 ведет к ничьей, так как дамка черных, видите, ограничена. То есть, на любой ход, допустим, сюда мы идем в дамки. Ну и на АБ6 тоже идут дамки. Допустим, после БЦ5 поставили дамку. Черные размениваются. Ну и партия заканчивается ничьей. Если же в этом продолжении белые пойдут ФЖ3, то они неожиданно и красиво проигрывают. То есть, черные нападают. Надо отходить. Здесь есть выигрыш. И после хода дамкой на Д6 лучше пойти на Б8. То есть, мы грозим отдать одну шашку, затем вторую. И побить две и отрезать шашки белых от похода в дамки по большой дороге. То есть, ход белых вынужденный СД4. Теперь мы заходим в люпки. Ну, две шашки отдавать бессмысленно. Черные легко выиграют это окончание. Надо отдавать одну и пытаться пройти в дамки. Когда черные нападают, надо отходить. Черные еще раз нападают. Отыгрывают эту шашку. Поэтому белым проще всего пойти в дамки. Ну, и тут проще всего черным отдать одну из лишних шашек. И, друзья, эти шашки свободно все проходят в дамки. Затем черные строят боевую позицию и легко выигрывают. Кто не знает, как строить боевую позицию, подсказочку оставлю в левом верхнем углу. Друзья, мы выяснили, что обычно в этой позиции играли АЖ3. Ход ЖФ2 считался раньше очень плохим, так как черные в партиях добивались форсированной и красивой победы. То есть черные нападали. Затем готовились напасть снова. Ход белых единственный. Теперь черные точно размениваются именно назад. Только этот размен ведет к победе. Белым надо играть ФЕ5, не давая нападения ЦД6. Теперь черные играют АЖ7. Ну и после ЦД4 точно надо меняться ходом ЖФ6. Теперь у белых единственный ход. ДЕ5, слово не давая нападения. Но черные снова размениваются. И выясняется, что шашка Ц5 форсированно гибнет. Ну кажется, что белые еще могут побороться за ничью. Но на самом деле у черных тут форсированная победа. Нападение. Надо отходить. Здесь белые играют ФЖ3. И здесь к победе ведет только ход БА3. БЦ3 ведет лишь к ничьей. Именно БА3. Теперь белые играют ЖХ4. И к победе ведет только единственное продолжение. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш за черных. Он довольно-таки сложный. Выигрывает только ход АБ4. Именно АБ4. Теперь если белые размениваются на поле Ф6. Белые играют АБ2. Белым надо играть ФЖ7. Черные ставят дамку по большой дороге. Белые ставят дамку на Ф8. Черные отходят на поле А3. Все форсировано. Белые ставят дамку на поле Ц5. И черные играют дамкой на АШ8. Кажется, что ничья неизбежна. То есть белые играют дамкой на Ж1. То есть видите, эту шашку не сдвинуть. А если черные сыграют АБ2, белые разменяют эту шашку. И партия закончится ничьей. Но черные здесь неожиданно и красиво выигрывают. Отдают дамку. Побили, побили. Побили, побили. Вот так форсировано побеждали черные. То есть когда в этой позиции Андрей Валюк сыграл Ж2. Гроссмейстер Ион Доско скорее всего уже возликовал. Подумал, что он выигрывает эту партию. Черные тут же играют ЦД6. Но белые неожиданно играют ФЕ5. Прошу прощения. В эту сторону, вернее, бить бесполезно. Белые отыграют шашку. Поэтому черные бьют на поле Б4. Теперь белые, кажется, должны отыгрывать. Ну и все сводится к тем вариантам, которые мы рассмотрели. У белых плохо. Но белые неожиданно жертвуют еще одну шашку. В эту сторону бить неинтересно. Черные бьют на поле Ж5. И белые, пожертвовав две шашки, наконец-таки отыгрывают одну шашку. Здесь Ион Доско задумался. И в итоге залез в жесткий цвет нот. Он сыграл ЖФ6. Белые побили. И затем черные пошли здесь Ж4. Андрей Валюк тут же ставит рожон на поле Д6. Ион Доско сыграл здесь еще АЖ5. Белые пошли ДЕ3. Ну и после АЖ7 белые здесь форсированно выиграли. Ход АЖ7 проигрывает. Ничья была после хода АБ6. Мы ее рассмотрим. После АЖ7 белые форсированно выигрывают ДЦ5, Ж6 и АЖ3. Ну и тут черным остается только сдаться. Друзья, в этой позиции АЖ7 уже проигрывает. Надо было играть именно АБ6. То есть черным надо тут, несмотря на лишнюю шашку, играть очень аккуратно. Белые играют АЖ3, черные АЖ7. Белые нападают, черные закрываются и белые снова нападают. Здесь ход БА7 уже проигрывает. То есть после размена белые играют ДЕ5. Ну и после АЖ7 белые играют ЕД4 и выигрывают во всех вариантах. Ну после Ж6 просто размениваемся назад. Тут никаких шансов на ничью у черных нет. А если, допустим, черные здесь жертвуют шашку и играют ЖФ4, то белым лучше всего пойти до Е7. То есть этот ход ведет к победе. Теперь у черных есть несколько продолжений. Но если БЦ5 просто размениваются, то белые ставят дамку. И черным, видите, нельзя ставить дамку, приходится жертвовать шашку. Они играют, допустим, СД4. Белые жертвуют дамку. Ну и тут черные быстро проигрывают. Лучше всего поставить дамку на АЖ8. Ну и после того, как черные поставят дамку, играем ЕФ4. То есть, видите, срединные поля черные не могут занимать из-за ФЖ5 банального. Сюда нельзя из-за постановки дамки. Приходится играть на Б8. Белые ставят на А7. Белые ставят дамку на Б8. Ну и после вынужденного хода на Ж1 снова нельзя на срединные поля вставать из-за ФЖ5. Белые играют Б7 и легко выигрывают. Теперь на ход ФЕ3 проще всего белым поставить дамку с поля Ж7 на поле Ф8. Ну и сюда бить бесполезно. Белые поставят дамку. Тут позиция сразу же проигранная, поэтому черные бьют на поле Ж1. Теперь ставим дамку на поле Д8. Побили, побили. И выясняется, что черным некуда ходить. То есть на ход АЖ3 просто отдаем шашку и забираем 3 с легкой победой. Если же черные в этой позиции играют ФЖ3, то просто отходим. Ну, надо размениваться. Разменялись. Белые ставят дамку на поле Ф8. Надо жертвовать. И черные нападают. Ну и здесь проще всего белым отдать две шашки. Ну и сыграть дамкой либо на Д6, либо на Е7. Ну и позиция легко выигранная. А ничья все-таки у черных была. То есть в этой позиции вместо БА7 надо было ставить присоску, играть БЦ5. И теперь, как бы белые не били, все равно у черных ничья. Ну, допустим, на Б4 играем ФЕ7. Побили, побили. ДЕ5. ФЕ7. И БЦ5. И здесь у черных единственная ничья. Надо жертвовать. И нападать. Ну и после того, как белые скинут лишний шар, сыграют Е4. Тут проще всего сделать ничью сыграть СБ6. Ну и после ЖФ4 играем БА5. Прошу прощения. ЕФ6. Ну и после ФЕ3 играем БА5. Белые нападают и черные вот таким двойным разменом полностью уравнивают позицию. То есть так-так, так-так-так-так. И обе стороны проходят в дамки. Очень красивая, творческая победа, друзья. Поздравляю, Андрея Валюка. Друзья, если вам понравился анализ данной партии, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях.